Для того, чтобы подготовиться к службе в рядах Вооружённых сил России, необходимо не только дружить с физкультурой, но и заниматься военно-прикладными видами спорта. И это, конечно, делают участники финальных соревнований «Спартакиада» до призывной молодёжи Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие пять сборных команд общеобразовательных организаций и пять команд учреждений профессионального образования. С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Соревнования, которые пройдут на территории нашей замечательной 12-й школы, на территории Славянского района, они останутся для вас знаменательным событием вашей личной истории, ваших личных достижений. Уверен, что каждый из вас готовился к сегодняшним соревнованиям и проявит максимально свою выдержку, сноровку и способность. Для участников престижных состязаний, которые прошли на базе 12-й Славянской школы, они помогли воспитанию мужского характера, укреплению физической формы и совершенствованию воинской выучки. Участники «Спартакиады» прошли следующие испытания – строевой смотр, разборка и сборка автомата Калашникова, подтягивания на высокой перекладине, бег на 100 метров и, конечно же, была комплексная военизированная эстафета, в ходе которой ребята продемонстрировали все свои навыки. В «Спартакиаде» до призывной молодежи Краснодарского края первое место занял Ейский полипрофильный колледж среди профессиональных образовательных организаций, а среди общеобразовательных не было равных славянцам. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».